Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в конце прошлой передачи на вопрос «Как обрести жизнь?» вы сказали простые, но в то же время очень весомые и очень глубокие слова, что не нужно служить сатане, а нужно начать с простого — просто любить друг друга. И вот в каждой передаче вы акцентируете внимание на вот этой заповеди «Любви к ближнему». Но на практике, конечно, непросто даётся эта заповедь, не всегда просто возлюбить ближнего. Порой мы сердимся, злимся и даже ненавидим наших ближних за поступки, проступки, за их поведение какое-то. А потом вспоминаем вот о этой заповеди «Любви к ближнему» и пытаемся столь же рьяно, со всей силой ближнего возлюбить. Но что под этим имеется в виду? Что мы пытаемся как-то его либо оправдать, либо смириться и принять его целиком со всеми его такими недостатками, со всей вот этой злостью, которая порой от них исходит, от этих ближних. А потом очень трудно вот этого такого объекта возлюбить снова. И в итоге в результате получается такой замкнутый круг от ненависти до Любви и обратно, который очень сильно изматывает людей. Поэтому возникает вопрос, где же всё-таки найти силы для того, чтобы возлюбить ближнего? И почему, казалось бы, такая простая заповедь «Любви к ближнему» так сложно даётся людям? Всё очень просто. Дальнего любить нам гораздо легче, потому что мы от него ничего не ждём. А с ближним мы всегда соревнуемся, кто кем будет управлять. То есть банальная борьба за власть. Это правда. Наши друзья говорили, что как только слышишь от Игоря Михайловича «любите друг друга», то сразу же сознание отсылает любить кого-то куда-то, но не тех людей, которые находятся рядышком. Те, кто рядом, мы их воспринимаем как конкурентов на глубоко, на подсознательном уровне, как тех, с кем мы делим собственное пространство. Здесь естественно, скажем так, и противостояние, ну и Любовь. Поэтому людям тяжело действительно воспринять, как можно любить ближнего. С одной стороны, как можно его не любить, он же ближний. А с другой стороны, а как вот его любить? Ведь я ему буду сейчас, скажем так, всё своё Любовь и время посвящать, а он будет мы манипулировать или наоборот. Ну так же ж? Это естественный процесс. Из-за чего трудность возникает? В первую очередь, друзья, из-за того, что вы пытаетесь собственным сознанием полюбить чужое сознание. Это невозможно. Сознание наше, оно не способно любить. Это действительно так. Наше сознание, оно способно манипулировать, искать собственную выгоду. И Любовь от сознания — это прежде всего выгода. Если нет выгоды, нет и Любви. Вот так всё просто, знаешь, как в бизнесе. А вот от Личности всегда исходит Любовь и понимание, даже ближнего. Ну, как говорят некоторые, тяжело порой возлюбить, если вот он нехороший, но потом мы смиряемся, да, пытаемся как-то перебороть в себе вот это нехорошее отношение к нему, его злость, пытаемся полюбить его таким, какой он есть и тому подобное. А кого вы пытаетесь полюбить, друзья? Вот простой вопрос. Беса в человеке или самого человека? Знаешь, вот самое простое и самое сложное — кого любить в человеке? Ведь человек дуален. В нём есть и Ангел, в нём есть и бес. Вот так же? Если ты беса пытаешься заставить себе полюбить другого беса или тем же бесом полюбить Ангела, ну это невозможно. Часто сознание говорит, вот я бы на его месте так бы не поступил, как он поступил. Это частый вопрос. Но, друзья, вот здесь есть простой ответ. Я бы на его месте так не поступил. Любой человек на месте любого человека поступил бы точно так же, как поступил тот человек. Почему? Потому что ты был бы, друг мой, на его месте. То есть был бы точно таким же. И ты был бы смотивирован точно так же собственным сознанием на тот же поступок, который ты осуждаешь. Вот видишь, как всё просто. Игорь Михайлович, после передачи «Нищие духом» самый популярный вопрос, который был от ребят, это «А как это отдавать? Как это отдавать на 100%, ничего себе не оставляя? И как правильно отдавать для того, чтобы ты не отдавал системе, чтобы это не было магией». И вот многие предполагают, что это наверняка не действие некое в трёхмерности, что под «Нищими духом» понимается то, что люди отдают Свет и Любовь. Так ли это на самом деле? Если вот человек отдаёт только Свет и Любовь, тогда у меня простой вопрос. А как же пророки? Ну в действительности. Давай возьмём Иисуса Христа, давай возьмём жизнь лучшего из людей, пророка Мухаммеда. Они пришли, сидели, светились и любили? Простой вопрос. Или они действовали? Сколько времени просто сидел и любил, и светился при этом Иисус Христос? Или Он шёл к людям и беседовал с ними на протяжении, скажем так, большей части времени? Правильно? Или пророк Мухаммед. Да, Он бывал в практиках, так же, как и Иисус. Но это было Его Личное время, вот тогда, когда Он жил для себя и светился для себя. А всё остальное время, когда Он не в практиках, Он посвящал людям. Таким образом, они показывали, что делиться Любовью — это как раз жить для людей, передавать это до последней капли. И здесь есть сама суть. Почему? Потому что, когда человек берёт и не отдаёт, всё застаивается. Берём реку, ведь всё повторяется фрактально, скажем так, как внутри, так и снаружи. Взяли реку. Если река течёт и течёт быстро, вода в ней чистая. Правильно? Да. А если она остановилась, превратилась в озерцо? И если это озерцо не меняет воду, то эта вода превращается в застои болот. Так же? Да. Так вот. Любовь, которой мы делимся, которая нам не принадлежит, это принадлежит… это Любовь Духовная, Миру Духовному. И проходя через нас, она стимулирует нас к чему? К бездействию, к накоплению. Мы пытаемся её накопить в себе. Где? Простой вопрос. В чём? Есть ли резервуар, где можно её накапливать? Конечно. И вот здесь есть смысл. Чем больше ты её отдаёшь людям, передаёшь. Не в мыслях своих, не в фантазиях и в бездействии, а в реальном действии, в служении людям. Ибо служа здесь людям, мы служим Миру Духовному. И чем больше получаем и больше отдаём, тем чище наши воды. И вот здесь и проявляется это накопительство в чистоте воды, которая проходит через тебя, а не в её количестве. Игорь Михайлович, ну вот тоже многие говорят, вот как это — давать всё стопроцентно кому-то? А ведь нужно же и самому стяжать эту Любовь. Так в этом и смысл. Сознание рассказывает, надо позаботиться и о себе немножко, и о своём духовном смысле. И вот здесь ключевое — сознание рассказывает. То есть дьявол, сатана, учит человека, как достичь Мира Духовного. Ну так же ж? Почему? Потому что мы мыслим с помощью нашего сознания по-любому, критериями материальными. Разве не так? Всё мы оцениваем и всё мы воспринимаем в сравнении с чем-то, ассоциативно. Поэтому и на духовные вещи мы также пытаемся с помощью сознания навесить те же ярлыки. Так же? Физику трёхмерности такую. Конечно. А это другая физика, это другие процессы. Чем больше чистых вод и чем чище эти воды приходят через нас, тем больше мы её накапливаем. Тем для нас более ценным Мир Духовный становится, тем более ценной становится жизнь людей, которым мы реально можем помочь. И таким образом мы её накапливаем. Мы становимся частью Мира Духовного, проводником. То есть это не так, что есть у тебя какой-то запас, который ты наполнил, и вдруг тебе нужно помещение побольше. И вот твоя конструкция… Побольше, побольше, да. Не выдерживает. Из такой, скажем, пирамидальной превращается в ромбовидную, потому что ты так много накопил. Ну да. А потом нужно расширять, склад пристраивать. Да, да, да. Понятно. Это к вопросу, почему мы иногда полнеем. Нам нужно больше места. Вот. Ну если так посмотреть, вот взять Буду, да. Ну и вообще много, особенно Восток, вот шутки с шутками, а там ламы, духовные Личности, они все страдали лишним весом. Это действительно так. Из-за чего? Из-за того, что нужны были большие объёмы для накопления духовности. Ну Иисус Христос не страдал, пророк Мухаммед тоже. Вот видишь, а Любви-то в них было далеко не меньше, чем будет. То есть, Игорь Михайлович, стяжание Любви — это прежде всего расширение вот этой, условно говоря, серебряной нити, через которую идёт вот этот уже чистый поток. Тут уже берёшь о духовных вещах уже. Ну по большому счёту, если без шуток, то да, конечно. Когда человек отвлекается. Чем ближе ты к Миру Духовному, тем сильнее поток и чище Аллат. И естественно, ты больше можешь передать людям. И всегда мало. Когда человек стоит в действительности на служении Миру Господню, когда в нём действительно просыпается Жизнь, то сколько бы Мир Духовный ни давал ему силы, человеку всегда мало, потому что очень много страждущих и нуждающихся. Очень много сил порой нужно для того, чтобы помочь этим страдающим ангелятам от тирании и беса. Это действительно порой нужно много сил, чтобы помочь человеку, чтобы человек смог как свободное существо хоть раз сделать глубокий вдох, не под диктовку сатаны. Порой многим это помогает, а это требует сил. То есть это силы, которые рушат вот эти барьеры от Души к Душе. И вот здесь сокрыт ответ, как любить кого-то. Не нужно любить кого-то. Нужно любить, друзья, себя в другом. Ибо мы все являемся частью одного целого организма, Мира Духовного, просто вот как клеточки в организме. Мы с тобой разговаривали уже по этому поводу и приводили эти примеры. Поэтому если мы в человеке видим прежде всего Ангела как часть Мира Духовного, то мы не можем его не любить, потому что это часть нас, потому что это мы, те же мы. А вот если пытаемся мы с помощью сознания полюбить сознание или дела, которые совершал человек под диктовку сознания, ну ничего не получится. Игорь Михайлович, вот такие чудесные примеры привели про посланников Божьих, про тех, кто дарит вот эту вот свою Любовь и делится Светом с ближними людьми. Но многие вот что скажут. Ну безусловно, мне-то далеко ещё до пророка, до посланника Божьего. А как помочь другим, если ты сам тонешь? Ведь сознание говорит, что ты сразу сам очистись, ты сразу сам возрасти духовно, и только потом уже выходи к людям и дари, и делись вот этим Светом. Так ли это? Ну от сознания это действительно так. Ведь сознание, что оно же диктует, если ты провалился в прорубь вместе с кем-то, как же ты можешь кого-то спасти, да? Тебе нужно вылезти на твёрдый лёд, а потом вытаскивать кого-то. А вот с позиции Мира Духовного, неважно где ты, спасая чью-то жизнь, ты в первую очередь спасаешь себя. Потому что это всего лишь тело, а жизнь — это совершенно другое. И здесь весь смысл как раз отдавать то, что ты получаешь, то, что ты прочувствовал, делиться этим с другими людьми. Порой достаточно лишь открыть рот человеку и удивляться, что из него, по велению Духа Святого, изливается истина и мудрость. Всё очень просто. Сам заслушаешься. Конечно, и сам заслушаешься. Когда ты действительно служишь Миру Духовному, когда ты перестаёшь быть рабом сатаны, когда посвящаешь жизнь свою в служение. А в служение Миру Духовному — это значит в первую очередь служению людям, служению тем, кто страдает больше, чем ты. Даже если ты сам страдаешь сильно от гнёта сатаны, то ты ещё больше должен помогать другим людям, потому что ты прекрасно понимаешь, как это тяжело — быть манипулируемым шайтаном. Тебе же хочется стать свободным. Так же и людям. А представь, как тяжело той Личности, которая даже не знает, что она Личность, которая даже не ведает, что можно жить по-другому, что можно жить с Богом, а не под диктовку сознания, и что мир наш, он такой лишь потому, что в нём правит Сатана, а может правит человек, человек с большой буквы, человек, служащий Богу. Здесь, в этом мире. Ведь это же можно. Видишь, как просто всё. Тогда и радость, тогда и приятно. Тогда действительно человек испытывает эту силу Божью, которая проходит через него. Но здесь есть ещё момент. Если человек только посчитает, что это его сила, то будет беда. Здесь, если сознание сильно, а человек, как Личность, слаб, то сознание может его поймать. Начать рассказывать ему, «Смотри, какой ты сильный, ты же уже сам источник света». И всё. И обездвижит, и практики закроет, и поток исчезнет. Ну создаст иллюзию. Знаешь, такую иллюзию светящегося в темноте. То есть человек будет воспринимать себя будто он светочек, но в это время он просто свеча, не больше. И к духовному не имеет никакого уже отношения, кроме собственного самовосприятия. Игорь Михайлович, наши друзья действительно делились тем, что в те моменты, когда они искренне делятся с людьми истинными Знаниями, когда они рассказывают про Созидательное общество, они чувствуют, что внутри горит вот этот огонь внутренний, что даже на физике это ощущается и жаром, и мурашками по всему телу. И что вот то, что вы описывали, что ты не знаешь, что ты скажешь в следующую минуту, настолько ты сам заслушиваешься тем, как идёт беседа, как будто бы ты просто предоставляешь свой сосуд для чего-то большего. Правильно? В этом и есть служение. А многие бы хотели предоставить собственный сосуд для Духа Святого, чтобы эксплуатировать его потом в собственных материальных выгодах. Сознание ведь так подсказывает. Так ведь, друзья? Вот оно и сознание. Сознание, оно, видишь, аргументирует сразу. Если тебе это не даёт выгоды, то зачем тебе это надо? Не понимая простых вещей, что выгода, она должна быть для всех. Вот сейчас ты заговорила за Созидательное общество, да? Опять-таки, а откуда корни Созидательного общества идут? Я проще скажу, друзья, от мира духовного. И в действительности, если посмотреть, когда волонтёры, люди строят Созидательное общество, это святое дело или нет? Святое, конечно. Это в первую очередь духовный путь. Почему? Приведу простой пример. О чём говорил Иисус Христос и чему Он учил? О чём говорил лучший из людей пророк Мухаммед и чему Он учил? Что такое его конституция, самого пророка? Разве это не Созидательное общество? То есть то, что они хотели, мы сейчас и делаем. Как всем таким разным ужиться вместе. Казалось бы, что их объединяет как раз. Весь смысл Созидательного общества сводится ещё к тому, что уменьшится власть сатаны над человеком. Чем сатана манипулирует людьми? В первую очередь отсутствием свободы, жаждой, неуёмной жаждой власти, доминированием над кем-то, ну и естественно материальными благами. И ещё здоровье. Это тоже очень веский аргумент. Страхом смерти. Так же ж? Ну и часто цепляется за людей, находит какой-то дефект. Ведь практически нет людей, которые бы довольны были собственным телом. Сознание всегда человека загоняет в какие-то рамки, как лошадь в хомут, а потом упряжку цепляет. Понимаешь, всё очень просто. Ну когда человек начинает жить более свободно от материальных вещей, когда он понимает, что социально он защищён, материально защищён, но есть время подумать и о большем. И вот здесь как раз власть немножко сатаны уменьшается. Ну и тогда людям проще, скажем, подумать и о Боге, и о своём будущем. Тем более, что есть такая возможность. Святое дело это. Да и опять, когда больше справедливости в мире, когда в действительности в мире больше свободы, любви. Ведь это же лучше, чем злость и раздор, воля. Ну, всё просто. Вы знаете, действительно, вот эта сама дача и служение другим людям, она очень воспламеняет сердца тех, кто наблюдает даже за этим. Мне запомнился комментарий одной из наших участниц, которая говорила, что именно вот эта искра внутренняя и вот этот чувственный опыт, который так долго не возвращался, он проявился в те моменты, когда она наблюдала, как один человек оказывает искренне помощь другому человеку. И вот это понимание того, что не только мы смотрим на людей, но и люди, каждый человек смотрит и на нас. И проявляя вот эту искренность и Любовь, мы даже сами того не подразумеваем, каким образом воспламеняются возможно сердца в другом человеке. И Созидательное общество — это именно такое общество, общество людей, которое действует с искренностью, с самоотдачей, зажигая постоянно и воспламеняя друг друга. Это правильно. Я скажу так, Созидательное общество — это общество людей, которые хотят жить прежде всего, но в том числе это общество для всех. Поэтому это хороший шанс. Игорь Михайлович, вот ещё такой вопрос. А делиться этим светом, делиться вот этой внутренней Любовью нужно со всеми людьми или только с теми, кто готов услышать? Ну что значит «готово услышать»? Это искать беса, который хочет слышать, или искать человека, который свободен от беса? Тому, кто свободен от беса, он и так уже свободен. Врач нужен больному или здоровому? Вот в этом и смысл. А если мы приносим лекарство, зачем же мы его будем раздавать здоровым? Прежде всего его нужно раздать больным. Правильно? А самое лучшее лекарство — это Любовь, друзья. Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам.